Примите, пожалуйста, поклоны Слава Шире Прабхупаде. Доброе утро. Сегодня мы с вами разберем, немного поговорим о стихе 1.8.18 Шамад Бхагаватам. Это первый из стихов из молитв царицы Кунти. Это та тема, которую мы сейчас разбираем на курсе Бхагава и Бхагава. Я думаю, будет уместным, если мы прочитаем первый текст из серии этих замечательных стихов. Полезно поговорить отдельно, остановиться на отдельных стихах. И так их важно читать вдумчиво, не торопясь, не пролистывать прекрасные молитвы в ожидании какого-то динамичного сюжета. Но эти молитвы должны отдаваться в нашем сердце. Постараемся поговорить немного о санскрите этих стихов для того, чтобы они глубже могли отпечататься в нашем, чтобы эти стихи могли глубже отпечататься в нашем сознании. И, конечно, прочитаем комментарий Шилы Парупады. Омнамо Бхагавате васуде Вайя. Омнамо Бхагавате Васуде Вайя, Омнамо Бхагавате Васуде Вайя. Кунтьювача, намасье Пурушам Твадьям, Ишварам Пракрите Парам, Алакшям Сарвабутанам, Антарбахир Авасхитам. Кунтьювача, намасье Пурушам Твадьям, Ишварам Пракрите Парам, Алакшям Сарвабутанам, Антарбахир Авасхитам. Прочитаем пословный перевод. Кунтьювача, Шимати Кунти сказала. Намасье, я склоняюсь перед Пурушам, Верховной Личностью. Тва-ты, Адьям Изначальный, Ишварам Повелитель, Пракрите Материального Космоса, Парам За Пределами, Алакшям Невидимый, Сарва-всем, Бутанам Живым Существам, Антага Внутри, Багии Снаружи, Авасхитам Существуешь. Шимати Кунти сказала. О Кришна, я склоняюсь перед Тобой, ибо Ты – Изначальная Личность, и на Тебя не влияют качества материального мира. Ты существуешь внутри и вне всего, и все же остаешься невидимым ни для кого. Еще раз прочитаем санскрит. Кунтьювача, Намасье Пурушам Твадьям, Ишварам Пракрите Парам, Алакшям Сарва-бутанам, Антар-бахир Авасхитам. Итак, немного детальнее остановимся на словах, которые в этом тексте Кунтьювача, царица Кунтьювача сказала. Здесь, я полагаю, виден мой экран, да, мы видим, здесь интересны санки Кунтьювача. Не Кунтьювача, но Кунтьювача. Простоты произношения здесь определенная конструкция, ИУ, да, для того, чтобы более гладко произносить этот текст. Намасье. Обычно, интересно, чари говорят, что здесь слово Намасье достаточно нетрадиционно использовано, довольно редкое слово. И здесь логичнее, может быть, было бы Намасте, да, Намасте, вот как мы поем, Намасте Нарасимхэль, Намасте Сарасвати Деви. Намасте буквально означает «поклоны тебе», да, но здесь Намасье, я склоняюсь перед тобой, о Кришна, говорит Шимати Кунти Деви. Редкая форма этого глагола, глагольный корень Нам, Нам означает склоняться, поклоняться, да. Если, например, Намами я поклоняюсь, я склоняюсь перед кем-то, но здесь вот такая интересная форма Намасье. Пурушам, Пурушам, я склоняюсь перед тобой, перед Пурушей. Вы знаете, что Пуруша означает наслаждающийся, да, верховная личность, верховный наслаждающийся. Тва, ты или перед тобой, перед тобой, тоже достаточно редкая, редкая поэтическая форма, обычно говорится твам. Вообще, если мы обращаемся к кому-то, особенно если речь идет о поклонении кому-то, то в санскрите используется так называемый аналог нашего винительного падежа, да. И соответствующие слова, они заканчиваются на Ам, да, как здесь мы видим, Пурушам, Парам, Аллакшям, Авасхитам, да, или, как мы говорим, Говиндам, Ади, Пурушам, Тамахам, Баджами, да. То есть я поклоняюсь, я поклоняюсь кому-то, на кого, на кто является объектом моего поклонения, да, вот этот объект, он выражается винительным падежом. Пурушам, Тва, да, тоже должно было быть по идее твам, да, но для, может быть, поэтичности здесь такая красивая, тоже достаточно редкая форма, Тва, Тебе, похоже тоже на наши языки, на украинский, на русский, да, Твам, Тебе, Тва, Адьям, Ади, Ади мы знаем, изначальный, Адьям означает изначальному, Ишварам, Ишварам также, Ишварам, да, Иш, поогольный корень Иш означает контролировать, да, Ишвара, Иш это повелитель, но Вара, Вара означает лучший, это лучший из всех контролирующих, таким образом, Ишвара это одно из имен Кришны, верховного повелителя, поэтому Ишварам, Тебе, повелителю. Прокритэ, прокритэ означает материальной природы, материального космоса, да, из прокритии, прокритии, мы знаем, да, материальная природа, прокритэ, прокритэхе, означает родительный поддерж, да, то есть, может быть, я довольно много говорю сейчас дополнительных терминов, не обращайте внимания, постепенно, я думаю, по мере того, как мы будем разбирать стихи Бхагава, там, Бхагавадгиты, мы будем постепенно к этому привыкать. Итак, материального космоса, парам, да, пара, то есть, прокритий пара, да, прокритий пара, это тот, кто находится за пределами или выше, да, тот, кто контролирует материальный космос, да, прокритий пара, как Бхагавадгиты Кришна говорит, майя дьякшена, прокритии, суяты сачарачарам, я являюсь контролирующим материального мира, да, Кришна, он пара, он пара по отношению к прокритии, он стоит выше, выше ее. А лакшям, невидимому, да, здесь, мы видим в русском переводе, в видобейсе здесь все, как бы, поменительно подиже стоит, да, но здесь, на самом деле, невидимому, да, а лакшям, тоже интересное слово. Лакш, все санскритские слова происходят от глагольных корней, глагольный корень лакш, лакш означает, сейчас я открою слово, означает видеть, ощущать, видеть, ощущать, о, это я уже открыл, лакшми, я хотел сказать, что даже имя лакшми, интересно, оно происходит тоже от глагольного корня лакш, лакш означает видеть, ощущать, находить, чувствовать, характеризовать, обозначать. Так вот, лакшям означает ощутимый, да, тот, кого можно ощутить чувствами, или то, что можно ощутить чувствами, но а лакшям, а лакшям означает невидимый, а лакшям, а лакшям означает невидимый, да, невидимый. Кришна – это тот, кто не ощутим, недостижим с помощью наших ограниченных чувств, поэтому царица Контик говорит а лакшям. В следующих стеках тоже будут употребляться эти похожие слова, тот, кто не видим, тот, кто не видим, тот, кто не ощутим с помощью наших чувств. Сарва, сарва означает, вы знаете, все, да, сарва будто нам всех живых существ, всех живых существ. Бута, живое существо, будто нам, будто нам с долгим а, да, это тоже принадлежность, это родительный падеж, как 10 главе Бхагавадгиты, все 10 главе Бхагавадгиты, где Кришна рассказывает о том, что он лучший из каких-то, какого-то класса живых существ или явлений. Там тоже везде используется ам, суффикс, то есть из всех. То есть по отношению ко всем живым существам ты находишься анта, внутри, да, анта, внутри, и бахир, снаружи. Анта и бахир. Шилапрупада в лекции на этот текст постоянно, он цитирует текст из Брахма-самхиты, Антараскам, Антаранучи, Антараскам, Говиндам, Адипурушам, Тамахам, Бхаджами. Кришна, он анта, он внутри, и он снаружи. Он снаружи, он всегда на галоке, он в своей вечной обители, и в то же время он анта, он внутри каждого живого существа, как парамат, он пронизывает всю материальную природу. Наконец, Авасхита. Авасхита означает тот, кто находится, тоже тот, кто пребывает внутри. Глагольный корень стха означает находиться, стоять, буквально стоять, да, но Авасхитам, то, что Ава в данном случае, как внутри, или указывает на определенную, как бы, локацию, да, Авасхитам, ты существуешь, существуешь и внутри, и снаружи Авасхитам. Вот так кратко, может быть, по некоторым словам этого текста. Давайте еще раз прочитаем. Кунтьювача, намасье, парушам твадьям, ишварам, пракрите парам, алакшям, сарвабутанам, антарбахир, авасхитам. У меня также есть запись того, как этот текст Челопрупада повторял с учениками на лекции 10 апреля 1973 года. Я сейчас включу текст. А вы мне скажите, пожалуйста, слышно ли? Слышно? Не слышно, да, я понял, компьютерный звук не проигрывается через Zoom. Ну, ничего страшного, я потом вышлю, да. Челопрупада произносит с учениками санскрит этого текста, и потом Челопрупада дает лекцию 10 апреля 1973 года. Хорошо, давайте мы прочитаем комментарий Шелопрупады. Шимати Кунти Деви прекрасно знала, что Кришна, хотя играет роль ее племянника, является изначальной личностью Бога. Столь просвещенная женщина не могла допустить такой ошибки, выразить почтение своему племяннику. Поэтому она обратилась к нему, как к изначальному Куруши, находящемуся за пределами материального мироздания. Кто-то желает продолжить, читать комментарии? Можем понемногу, по несколько предложений прочитать. Можете читать с экрана, с моего экрана, если вам видно. Есть желающие? Хотя все живые существа также трансцендентны, они не являются ни изначальными, ни непогрешимыми. Живые существа склонны попадать в ловушку материальной природы, но Господу это не свойственно. Поэтому в ведах о нем говорится, как о главном среди всех живых существ. И затем его вновь называют здесь Ишварой, повелителем. Спасибо, Брэш Кишар Пробова. Кто-то желает продолжить? Можно я? Да, пожалуйста, Маташа Ксана. Такие существа, как Индра, Чандра, Сурья и другие полубоги, тоже до некоторой степени Ишвары. Но никто из них не является Верховным Ишварой. Повелителем всех и каждого. Крестом Ишвара Мэшвара, Сверх Душа. Спасибо. Он находится и внутри всего, и вовне. Хотя Господь и стоял перед Шримати Кунти, как ее племянник, он пребывал также и в ней, и во всех остальных живых существах. В Бхагавадгите 15.15 Господь говорит, я нахожусь в сердце каждого, и только благодаря мне человек помнит, забывает, сознает и так далее. Все Веды предназначены для того, чтобы постичь меня, ибо я составитель Вед, и я же учитель Веданты. Царица Кунти подтверждает, что пребывая внутри и вне всех живых существ, Господь все же остается невидимым. Господь, если можно так сказать, является загадкой для обыкновенного человека. Царица Кунти видела, что Господь Кришна, находясь перед ней, одновременно вошел в чрево Утары, чтобы спасти плод от действия брахмастры Ашватхамы. Даже Кунти недоумевала, находится ли Кришна в одном месте, или он всепроникающий. Фактически верно и то, и другое, но он оставляет за собой право не раскрывать себя так, тем, кто не предался ему. Проградительная завеса называется Майей Верховного Господа, и она ставит пределы ограниченному виденью мятежных душ. Это объясняется в следующем стихе. Да, большое спасибо. Прекрасный комментарий Шилакарупады. В следующем стихе царица Кунти будет продолжать ту же тему. Она будет говорить о том, что будет красиво сравнить Кришну с актером, который не видим, не наблюдаем. Да, видите, здесь снова она будет говорить на Лакшиасе, тот, кто недоступен, недоступен нашим чувствам. Как прекрасный актер, который переодевается для роли, Кришна остается неузнанным для обычных людей. Прекрасный комментарий. И посмотрите, здесь Шилапарупада, по сути Шилапарупада, он подробно объясняет каждое слово этого текста. Ишвара, парам, то есть парамешвара, тот, кто находится внутри и снаружи, тот, кто не ощутим, недоступен чувствам обычных живых существ. Шилапарупада подробно объясняет все те слова, которые мы с вами разбирали. Интересно, что в комментариях Шилапарупада нет каких-то... Они не случайны. Каждый комментарий является очень продуманным. Каждый комментарий детально объясняет стих Шамадбага по частям. Часто мы читаем и думаем, ну да, в целом комментарий понятен, это и есть наша философия, но нет ничего, ни одного случайного слова. Шилапарупада очень подробно объясняет все, что содержит в себе текст. Каждое слово стиха на самом деле, как драгоценный камень, который раскрывается, когда мы его бережно медитируем, бережно рассматриваем. Хорошо, давайте еще раз прочитаем этот текст. Кунтьювача намасе парушам твадьям Ишварам пракрите парам Аллакшям сарвабутанам Антарбахи равасхитам Кто еще желает прочесть? Кунтьювача намасе парушам твадьям Ишварам пракрите парам Аллакшям сарвабутанам Антарбахи равасхитам Спасибо, спасибо, Рашкишар Прабу. Кто-то еще? Хорошо, тогда на этом мы закончим нашу сегодняшнюю медитацию на этот текст. Есть какие-то вопросы? Да, пожалуйста, Маджи Марина. Поклон, пожалуйста, Движевин Добрабу. Поклон Вашнавы Движевин Добрабу. Подскажите, пожалуйста, как можно понимать слово снаружи? Движевин Добрабу пишет вот тут в комментарии он отвечает как бы на вопрос, да? И Вы сказали, что Говинда находится на своей нагалоке, скажем так. но вот это только это означает или думаю что да спасибо за ваше замечание думаю что здесь не только поскольку кришна стоял также перед кунти дэви непосредственно в образе играя роль ее племянника своей на роли ли он также выступал думаю что это также имеется ввиду кунти позднее она будет также говорить об этом что меня сбивает с толку как бы ты являешься моим родственником и племянником ты перед нами стоишь в то же время ты в сердцах всех живых существ но часто также говорится что подразумевается когда говорится внутри вовне что кришна прибавля пребывает в своей вечной обители духовном мире в то же время он находится в сердцах всех живых существ это третий стих чатушлоки пишем от бхагава там два девять тридцать пять говорится кришна говорит как я я вхожу во все материальные элементы все то же время нахожусь вне их я вхожу вселенную в то же время я на галоке так бы я ответил спасибо можно понимать это как вот вовне это как ну васудева сорвам идти что господь и так же вот как ну проявлен везде можно сказать в материале васудева как раз больше указывает на его все пронизывающий аспект на тот кто в ходе тот у вас тот кто пребывает во всем я бы сказал что аспект васудева больше как раз указывает на то что внутри всех живых существ можно подумать чем можно помедитировать над этим спасибо если еще какие-то дополнения или вопросы ахилана пробу пожалуйста я хотел спросить а есть ну как бы словарь с основными основными глаголами от которых производится другие слова возможно там приставки суффиксы то есть словаре с правилами словообразования есть словарь вы говорите о глаголах данном случае да ну а же еще глаголов создаются все слова там с помощью да ну например вот у меня вот увидите на моем экране да такой онлайн слова не онлайн а как сказать software то есть программа 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 словарь здесь я могу набирать разные слова в том числе глагольные корни как здесь лакш да потребует некоторых навыков я думаю что уроках основном санскрита мы точно познакомимся с этими с этим программным обеспечением и выдает соответствующее значение вот глагольный корень лакш замечать наблюдать и смотреть видеть что касается отдельно глагольных корней да то есть так называемый дату патха дату патха это набор глаголов которые составил панини потом также составил дживага с вами вот я могу показать мой экран у меня тут виде текстового файла вот дату патха вот пожалуйста вот например акш да глагол акш означает пронизывать а также накапливать или же глагол какой у нас есть такой из более знакомых я хочу посмотреть туда от да тоже глагол от означает от него происходит английское слово этой двигаться по направлению цели вот тут так просто to go to move там вот так что так и далее идет идет также вот приводится как бы спряжение основной глагольной формы но это может пока что нам достаточно сложно так не будем пока на этом зацикливаться то есть такой список глаголов есть в той или иной форме что касается приставок то также обсуждаются в грамматике санскрита обсуждаются стандартные приставки и то что они то что они означают сегодня в частности приставка а во глагольная каждой приставке есть свое определенное значение думаю чтобы постепенно разбираться можете вот конкретно объяснить одно слово мы вчера изучали шиша панишат обращение и там конце молитвы конце мантры а а а различные ассоциации возникают то есть сегодня услышал а это то что внутрь так что значит вот это слово а ва шиша те потому что там напрашивается этот корень шиш шиш шиша да то есть ученик а переводится он как остается но есть еще шеша можем посмотреть но шеш шеша слова шеша это остаток шиш есть также глагольный корень там нет два ша в санскрите я не хочу сейчас я отдельно обязательно посмотрю но также глагольный шиш глагольный корень шиш означает оставаться шеша тот кто остается вот этого слова происходит поэтому есть шиши ученик но слова шиши ученик происходит от глагольного корня шас от которого идет шастра но шиш насколько я помню еще отдельно посмотрю обязательно скажу это корень оставаться то что остаток и ваше счет и тот кто остается когда говорится кришне выше панишат но посмотрим еще более детально да кришна кишор право вам дорогие предные хотела спросить несколько вопросов возникло то есть первый не знаю может быть как бы ответ очевиден но я хочу уточнить для себя вот он записывает диалог молитвы кунтидеве то есть это вот они реально стоят как бы и вот она ему это все говорит или ну то есть я веду он как-то это преобразует все но просто прямую речь записывает я не вот так стихами разговаривали и все время было нормально да там друг другом общаться шлоками это первый вопрос да и второе если можно то есть вот вы упомянули в самом начале что вот эти вот необычные формы используются да твадьям и на массе на массе да и тва да вот это вот то есть вот эти вот два слова то есть что нибудь объясняет начале что это значит то есть почему именно эти формы используется что значит ли это что отличное для нас спасибо большое спасибо за ваш вопрос я может быть не имею компетенции так ответить я полагаю что да это прямая речь и именно так именно так говорили красиво возносили молитвы стихотворной форме полагаю что да никогда не задумывался но не думаю что это какой-то что это какой-то поэтический пересказ 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 ясадевра хороший вопрос следует может кто-то хочет ответить кто-то знает я бы я я подумал поищу в источниках думаю что да что касается использования редких слов да это такое случается про из разные причины для того чтобы следовать по этическому размеру до стихотворному размеру каждый стик в санскрите он имеет определяет определенную форму определенный метр другая причина это как это то что называется арша про йога то что себе позволяют позволяют тоже в определенных целях но мотив каждом случае может быть разным великие личности они могут даже делать исключение так как бы вводить исключение к грамматическим правилам но очари комментируя этот текст они отмечают нас я у нас уже стекло время да но я очарят говорят о том что это не станут данном случае это не стандартная форма не стандартная форма которая может быть вызвана необходимостью последовать поэтическому размеру хотя здесь форма на мосты также было бы в принципе адекватным либо какой-то более тонкий замысел я подумаю я подумаю кришна кеша пробу как более полно ответить на ваш вопрос спасибо давайте мы еще раз прочитаем этот текст кунчевача на массе порушам твадья мишварам пракрите парам а о кришна я склоняюсь перед тобой ибо ты изначальная личность на тебя не влияют качество материального мира ты существуешь внутри и вне всего и все же остаешься невидимым ни для кого давайте будем течение дня вспоминать этот текст медитировать на него прекрасный текст из молитв царицы кунти первый текст из молитв царицы кунти следующий раз мы встретимся для аналогичного обсуждения стихов во вторник послезавтра наверное мы тоже поговорим на тему одного из стихов молитв царицы кунти вероятно это будет 1 8 наверное 1842 большое спасибо за ваше внимание ваше терпение желаю всем удачного дня наполненного духовными реализациями шелпрупады ки не чай